посмотреть в общем-то предыдущие гайды по этому моду для майнкрафта и обзоры это одновременно и обзор и гайдик и в общем-то у меня есть еще планы планы про ультра космос рассказать планы еще про что-то рассказать там про лайфхаки всякие этого мода и так далее итак смотрим значит в чем прикол что в этой серии будет в этой серии я буду рассказывать те вещи которые как бы ну никакой ложка вам их не расскажет а это будет серьезные вещи для серьезных задротов данного мода и так покевирус все что нужно знать что же нужно знать вам о покевирусе да есть покевирус и игра в покемоны превращается в игру зарази их всех знаете есть покемоны по это поймай их всех или собери их всех а теперь говорится покемоны зарази их всех и вот в общем то я заскринил несколько скринал дело том что я встречался с этим покевирусом вот если у вас есть покемон в команде который заражен этим покевирусом то вам напишут такое ваш покемон кажется был заражен поки вирусом микроскопической формы жизни о которой мы пока мало знаем потом она же расскажет нам поки вирус распространяется очень быстро но похоже он не наносит никакого вреда да блин если бы в жизни так было в жизни еще и как наносит вред медсестра джой иногда он даже казался полезным для роста покемона хотя инфекции похоже недолговечны и так и тут вот с вики я взял переведенную статью в общем-то покерус он называется покерус это полезный вирус который может случайным образом появляться в виде состояния статуса у покемона с вероятностью 1 к 12 тысяч восемьсот восемьдесят восемь да да и скоростью распространения 1 к 5 что значит скорость распространения 1 к 5 дело в том что при каждом контакте между покемонами при каждом сражении в общем-то в одной команде этих покемонов в общем-то 1 5 20 процентов шанс что покемоны заразят друг друга ну то есть я так понял если вы 5 боев провели то как бы один покемон 2 с вашей команды кроме того что заражен пока вирусом может заразиться ну как то так короче в общем-то 1 5 это когда вы участвуете в битвах с зараженным и не зараженным покемоном и вот таков шанс заразить нового покемона при этом 1 к 12 тысяч восемьсот восемьдесят восемьми это шанс того что словленный вами дикий покемон будет заражен этим дерьмом дикий покемон также может заразиться этой болезнью что смысле смысле то есть появляться у покемона не дикого он может странно я думала их только ловить можно дикий pokémon также может заразиться этой болезнью но его нельзя увидеть пока этот покемон не пойман вы Вы можете узнать, есть ли у покемона Покерус, посмотрев поле состояния на странице сводка. Так, и теперь эффект этого вируса. Покерус имеет эффект удвоения любого выхода ЕВ. То есть, вы будете вот эти вот ЕВшки, о которых мы поговорим дальше более подробно. В общем-то, за убийство, за победу над покемонами противников или там дикими, вы будете получать в два раза больше ЕВ. Причем этот эффект, короче, стакается с мачо-поясом и другими предметами. То есть, это помимо предметов, пассивный такой эффект, очень полезный. Короче, здесь Google Переводчик накосячил. И, в общем-то, ну да, если переводчик находится в партии... Так, вот, если переносчик вируса находится в партии, то есть, в нашей команде вирус может распространиться на покемона у другой стороны. Другой стороны, включая яйца. Срок действия вируса. Но у меня они, в общем-то, распространяются и в моей партии. То есть, по сути-то, он... Вы можете сами своих покемонов заражать им. То есть, вы не только противнику его отдаете, этот покевирус, но и заражаете своих тоже, других, которые еще не заражены. Срок действия вируса автоматически истекает через... от одного до четырех дней. В зависимости от штамма. Кстати, тут написано было в оригинале, не в английском переводе. Ну, в смысле, наоборот, в английском переводе. Что через один от одного до четырех дней реального времени. То есть, реального времени, не и внутриигрового. Не знаю, насколько это правда, но тем не менее. Пока что у меня ни один покемон не излечился от этого вируса. По истечении этого срока он больше не будет распространяться. Хотя его эффекты повышения EV останутся. Значит, дальше. Вот так вот выглядит покемон, зараженный покевирусом. То есть, как вы видите, здесь в режиме вместо статуса написано ПКРС. Так вы можете узнать. Поэтому, в принципе, заглядывать в эту менюшку стоит. Ну, и дальше у нас есть тут всякие статы. Об этом мы тоже поговорим. Но мы вернемся сюда. Теперь, значит, EV. Все, что нужно знать о них. EV это, в общем-то, проще говоря, что это такое. Они аналог навыков, как в серии игр TES. То есть, Zelda Scrolls, вы знаете, чем больше вы бьете мечом, тем больше прокачивается у вас навык владения одноручным оружием или двуручным, в зависимости от того, какой меч. То же самое здесь. Чем больше вы бьете, короче, покемонов одного типа какого-то, тем больше у вас растет характеристика, которую дает этот покемон. Какие характеристики они дают, есть целая табличка, где написано, какие EV-шки дают какие покемоны. И ссылка на эту табличку будет под видео в описании. Прошу туда, как бы, поставьте лайк и заодно пройдите туда и посмотрите все, что вам нужно. Потому что, ну, слушайте, 900 покемонов. Я что вам буду вспоминать, что вам дает бульбазавр? Там и отсортировать можно. Вы можете подобрать, каких покемонов вам надо бить для EV-тренировок. Но, но, насчет EV-шек. 4 EV вот этих вот поинтов равно плюс одно очко статистики. То есть, например, что это значит? Если вы 4 EV получили, то на максимальном уровне у вас ОЗ-шки, например, если вы 4 EV типа добавления здоровья получили, то на максимальном уровне у вас будет на одно здоровье больше, чем должно было бы быть без этих 4 EV. Ну, и, в общем-то, это на самом-то деле не так впечатляет. Да, это действительно не очень впечатляет. Значит, на сотом уровне, то есть, до сотого уровня 4 EV-шки дают даже меньше одного очка статистики. То есть, в принципе, покемон, который на первом уровне имеет максимальное количество каких-то EV-шек, он не настолько-то и крутой. То есть, я говорил в одной из прошлых видео, что, типа, если вы прокачаете EV-шки, там будет очень опытный ваш покемон, но на маленьком уровне, то он, как бы, будет нагибать всех на своем уровне. На самом деле нет. На максимальном уровне вы получите 25% к параметру, прокачав EV-шки одного параметра до максимальных 255. То есть, максимум вы можете прокачать одному покемону в один параметр, допустим, атаку, до 255 EV. И 510 вы можете прокачать два параметра. И плюс еще 6 очков у вас останется, чтобы вкинуть в третий параметр. Эти 6 очков я советую вам в скорость вкидывать, чтобы, типа, быть быстрее покемонов других стандартных. Значит, дальше. На покемона максимум плюс 63 единицы статистики от, собственно, от EV-шек. То есть, всего... Я не знаю, правда, как оно посчитано. Скорее всего, там есть какая-то определенная формула. И 63 очка статистики. Это я взял с сайта с левого, с сайта сервера, про покемонов. И, как бы, я не верю этой цифре. Но будем считать, что это средняя цифра. То есть, чтобы вы понимали, как бы... Вот, допустим... Вот, допустим, мы... Значит... Это тут неправильно, кстати, переведено. Вот, допустим, мы... Так, нет, 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 ноль. Ноль, 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 просто ноль. Смотрим теперь на этого покемона. Ой, стойте, а он же ж у него уровень. Надо до сотого. Вот. Смотрим, сколько у него параметров. Статистика. ОЗ 250 и атака 145. Теперь мы идем... И Евэшки прокачиваем. Тут больше не получится прокачать. И вот, видите, оно автоматически ставит... 252, кстати, а не 255. И тут, вот, как вы видите, можно еще поставить. Видите, 6. То есть, вот так вот это все работает. И, в общем-то, всего... Здесь должно быть... Теперь... Плюс 63 очка статистики. Эй, ты че не работаешь? 313 и 208. Как по мне, больше. Так ведь? То есть, это ОЖ. Видите, мы проверили на этом. На практике. Правда это или нет? Дальше, значит... Ну, 25% к одному параметру то, что идет. Это точно. Ну, или относительно точно. Примерно столько. Дальше. Дальше. Есть предметы, повышающие как рост, так и просто дающие или даже отнимающие ЭВС. Есть такие ЭВС тренировки. То есть, Мачо, ремень, он вам дает те ЭВС. То есть, вам нужно специальных покемонов пить, чтобы определенные параметры себя накачивать. Вот эти ремни, они дают определенный ЭВС. То есть, они, я считаю, чуть ли не круче, чем ремень Мачо. Потому что он просто удваивает, а как бы... В основном покемоны дают мало ЭВС. В то время, как здесь целых 4. 4 это довольно много ЭВСов. Ни один покемон столько не дает по умолчанию. Так что, эти артефакты, они мощнее. Но ремень Мачо, зато он любые ЭВС удваивает. То есть, если у вас нет нужного ремня, на то, чтобы накачать, например, атаку покемона. То вы качаете вот эту вот всю штуку. Значит, еще есть ягоды, которые... Есть, короче, цинк и всякая фигня. Блин, я путаюсь, я путаюсь, я путаюсь. Где, где, где? Ну ладно, давайте начнем с ягод. Кьюрис Пойзон. Так, I'm at the Holder. Dark type. Так, так, так. Ммм, хе-хе-хе. Ну, в общем-то, тут не написано, к сожалению. Вот. А, нет, это все, что было. Ну, в общем-то, какие-то из ягод уменьшают ЭВС. Или не из ягод. Может, даже какие-то поушины. Сейчас посмотрим все. Возможно, даже здесь что-то. А, вот что ли? Да, вот. А, хэппинес увеличивает. Так, там кто-то заспаунился. Уменьшает хэппинес, кстати. Очень интересно, уменьшает. Уменьшает счастье. Это очень-очень интересно. Вот это, например, как вы видите, увеличивает ЭВС. На 10 единиц. То есть, вы можете тупо закупить. И не париться, не убивать покемонов. Хотя, это, я думаю, дороговато будет. И прикол в том, что не больше 100. То есть, вы до 100 можете повысить вот этими вот баночками, а потом уже гриндить. А, вот, смотрите, тут. EV Reducing. EV Reducing, вот, уменьшение. Reducing, это значит уменьшение. Так что, в принципе, вот эти вот все ягоды, они помогут вам уменьшить. Зачем вам нужно уменьшать EV-шки? То есть, дело в том, что, когда у вас максимальный EVS у покемона, то они не могут получать новый EVS. Они не могут их никак изменить. То есть, вы набрали себе максимум, и все. И покемон, как бы, замет... То есть, если вы неправильные EVS-ки взяли, то покемон запорот, и то есть, он вам бесполезен. Он, типа, и вы его идеальным не сделаете. А вот при помощи вот этих вот штук вы можете ненужные EVS-ки, которые вам не нужны на покемоне, вы можете их сжечь, после чего, как бы, убивая покемонов нужных, вы можете накачать те, которые вам нужны. То есть, вы можете редактировать. И это очень круто. Вот эти вот ягоды, они вот очень-очень ценные для того, чтобы вы идеального покемона себе взяли. Значит, и тут, как я сказал, вот эти вот штуки. И все вроде бы. Да. Значит, дальше. ИВ. Я говорил 4В, помните? Я говорил, что есть вот врожденные 4В. Нет. 4 это то, на что похоже изображение. То есть, видите, буква И большая, и буква В, оно как будто бы 4. Цифра римская. Ну вот, поэтому лучше пишите, короче, когда вы ее пишете, то пишите с маленькой буквы, чтобы было понятно, что это буковка И, а не цифра 4 римская. И что о нем нужно знать? Максимум плюс 31 и В каждому параметру. Они выбираются случайно при спавне покемона. И, собственно, они аналогенов. То есть, они аналогенов, я хочу вам показать вот так вот. У этого покемона нету никаких ни ЕВ, ни ИВ. То есть, все эти покемоны одинаковые, вот как вы видите, нету ни ЕВ, ни ИВ. У этого покемона максимальные ИВ. Буковка И, буковка В. То есть, врожденные параметры у него были максимальные. И вот на сотом уровне, как вы видите, у него не 150, а 180 хп. Вот на сколько это влияет. Причем все максимальные. И все остальное, то есть, вы тоже можете сравнивать. Дальше. У этого покемона максимальные все ЕВ. Но ИВ минимальные. То есть, ИВ у него 0 врожденные параметры. Но тренировочные параметры у него первые 2 максимальных. То есть, ОЗ и АТАКА. Так что, вот такие вот. Настолько они больше. И, как вы видите, они больше влияют. То есть, сильнее, но только на 2 параметра. Первых. И, наконец-то, у этого покемона максимальные и ЕВ и ИВ. То есть, как вы видите, у него аж 244 здоровья. У Маджикарпа, 119 атаки и так далее. Это то, что я вам могу сказать. И вот на первом уровне, как вы видите, тоже это вот просто вот нулевой покемон. Потом вот этот покемон. У него ИВ максимальные. Но, как вы видите, это не сильно-то повлияло. То есть, ИВ на первом уровне не так сильно влияют. И ЕВ у него максимальные. Как вы видите, у него тоже только здоровье на единичку повысилось, и все. То есть, чем больше у вас уровень, тем больше влияют вот эти вот ИВ и ЕВ на вашего покемона. На первом уровне они будут практически одинаковыми все. А на максимальном будут, естественно, гораздо более крутыми. Значит, также разные покемоны у них как бы параметры изначально одинаковые. То есть, все покемоны одинаковые без вот этих вот ИВ-шек, ИВ-шек и другого говна. И, то есть, по сути, какого покемона вам качать, вы должны выбирать по вот этим плашкам, по их ИВ-шкам. То есть, вне зависимости от породы покемона. Ну, то есть, типа, от его красоты, от его редкости. Редкость не влияет на статы покемона. Любой покемон будет лучшим, если вы его круто прокачаете и подберете словить именно такого, у которого будут крутые начальные параметры. Вот такие вот, в общем-то, дела. Также, что я еще могу отметить, что ИВ-шек нету у диких покемонов. Да, это то, что я забыл сказать. то есть, ИВ-шки есть врожденные параметры, а вот ИВ-шки тренировочные параметры, они есть только у тех покемонов, которые бегают с тренерами. Поэтому покемоны, которые бегают с тренерами, всегда сильнее покемонов, которые дикие. На том же уровне, там, с теми же статами и так далее. Значит, что я могу показать? Вот, собственно, здесь это редактируется, эти ИВ-шки, как вы видите, по 31 максимум. И вот, как вы видите, 301 было, стало 344. И, в принципе, вот, смотрите, как изменились параметры. Довольно-таки серьезно. Так что, нафармить себе покемона, ну, его придется нафармливать опытным путем. Но, сами параметры, они хоть и не отображаются, но они влияют именно на эти статы. Сами они, то есть, вся сила покемона, вся, это, все его хп отображаются в обычных статах. А, вот эти вот ИВ и ИВ это просто бафы. То есть, постоянные бафы, которые усиливают заточки, так скажем, которые усиливают покемонов по разным принципам. Дальше, статусы. Ну, что ж, мы возвращаемся к скриншотам. Ну, прежде чем идти к статусам, давайте рассмотрим вот такие параметры, как уклонение и точность. Это я вообще нашел на Бульбопедии, потому что на Пиксельмонпедии этого не было. В общем-то, как работает уклонение и точность? То есть, уклонение определяет его вероятность избежать других ходов покемонов. По умолчанию уклонение 100. Ну, собственно, оно не то, чтобы, типа, просто все обилки, точность, это обратная величина уклонения. То есть, когда вы атакуете, то сравнивается точность вашей атаки и размер уклонения вашего противника. и то есть, если у противника есть какой-то предмет, который увеличивает уклонение там на 20%, там на сколько-то, то ему у него будет не 100 уклонений, а 120, а у вас точность 60, то мы отнимаем от от 120 60 и у вас будет это 40% шанс в общем-то попасть по нему. Да, как-то так. Ну, в смысле, почему 40%? У вас 60% шанс попасть, а у него на 20% повышенного уклонения. То есть, 120 ну да, ну получается так, то есть, там не вычитается, а там получается такая вот фигня, но это логично, по крайней мере, как это работает, сами разбирайтесь. В общем-то, попадание в другого покемона, то есть, видите, тоже 100%, точность тоже 100%. То есть, у него 100% уклонения и 100% точность. Они вдвоем уничтожаются, и мы короче попадаем. Если же идет минус, если же идет плюс, то дисбаланс какой-то, то у нас будет уменьшаться шанс. Базовые значения статистики оказываются наибольшие влияние на их характеристики на любом уровне. не принимая во внимание индивидуальные значения усилий и природу характеристик покемона сотого уровня в атаках защите скорости специальной атаке и специальной защите будут равно на 5 больше, чем удвоенные значения базовых характеристик каждой. в общем-то вы поняли базовые характеристики и уровень когда покемон растет уровень его характеристики будет увеличиваться для каждого полученного уровня игнорируя природа природа это ившки то есть природные значения гены характеристики будут увеличиваться на одну пятидесятую базового значения стата и на одну сотую комбинированного индивидуального значения и значения усилия то есть одну сотую дополнительно от общего значения то есть с усилением от евэшек и ивэшек но одну пятидесятую еще дополнительно от базовых значений статов его это означает что из-за прокачки уровня покемон никогда не сможет потерять очки в стате если он не превратится в покемон с более низким базовым значением стата для этого конкретного стата или используется ягода уменьшающая евэ ну в общем-то такие вот дела дальше вот теперь статусные эффекты парализация вот как они отображаются запомните парализация желтая берн это поджигание фрозен это заморозка псн это отравление поезда слеп это сон окей это значит с ним все в порядке и есть еще пкс эффект такой вот покевирус собственно я показывал какой у него эффект но прикол в том что он сбоку вверху с это слева вверху не отображается покевирус в отличие от этих эффектов эти эффекты отображаются напротив покемона во время боя и не только значит парализован то есть случайно он может не походить ну то есть насколько случайно наверное 50 на 50 поджжен то есть по 6 и 25 процентов от своего максимального хп каждый ход будет терять отравлен покемон будет терять одну восьмую от своего максимального хп каждый ход одна восьмая это 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 больше 10 процентов то есть на самом-то деле отравление гораздо мощнее чем поджигание да да и они процентные то есть они будут эффективны хоть на низких уровнях хоть на высоких сон покемон не выполнит движение пока не проснется то есть сон это самый сильный пожалуй контрольный дебаф то есть ты усыпил и считай что тебе все позволено именно поэтому сон так трудно получить то есть зачастую опилки которые дают нам сон а у них там шанс попадания примерно 60 процентов там 40 процентов то есть очень маленький по сравнению с той же парализацией например так что это интересно также заморозка покемон не будет выполнять ход пока не разморозится некоторые движения огненного типа могут ускорить процесс оттаивания так что заморозка тоже интересный тоже как сон примерно ну ее типа расплавить можно а со сном ты фиг что сделаешь на самом то деле поэтому тут спорно что сильнее сон или заморозка и покевирус тоже эффект статуса в общем-то что я могу сказать дальше значит мы вернемся сюда и давайте же подумаем раз и навсегда что качать покемоном чтобы он был идеальным то есть евешки куда вливать я думаю что возле атаку вот и все и последние 6 уз скорость нужно влить ну 6 ев то есть на одну увеличить скорость на одну единицу на сотом уровне уз почему почему уз они что-то другое потому что защита во-первых она не универсальная то есть есть обычная защита есть специальная защита и они защищают от разного и ты попробуй узнай кто будет с тобой сражаться а уз они как бы универсальны они поглощают любой урон насчет атаки можно и обычную атаку специальную это вы решаете на основе того какая у вас самая мощная и самая любимая обилка то есть какого она типа чем она бьет то есть вот физ физ вот статусные кстати опилки статусные это те которые не наносят урона физ вот у этого все физически у него нету вообще специальных атак значит ему нужно обычную атаку качать а если будет специальная то нужно специально качать это то что я вывел почему атака не защита во-первых вместо защиты у нас здоровье во-вторых атака всегда лучше если бы был какой-то крит или что-то такое то я бы его качал потому что нам нужно побеждать покемонов а не это а не танковать танкование это все-таки вторичная штука значит и дальше значит статусы уже показал и шайдни специальные покемоны они редкие красивые но по параметрам не отличаются от обычных значит возвращаемся сюда что я могу сказать покемон он редкий по умолчанию 1 к 406 быть блестящим и блестящие покемоны очень популярны благодаря своему уникальному виду и редкости однако блестящая краска не дает никаких преимуществ бою блестящий покемон будет испускать частицы и иметь звезду под своим уровнем в битве с тренером дикий шайни покемон не вступит в бой с другими дикими покемонами интересно каждый блестящий покемон будет иметь золотое имя до разных дрессировщиков если имеют и при этом они сношались то увеличивается шанс своего пления блестящего покемона но это в общем-то мотивация чтобы вместе играть поэтому с этим модом столько всяких серверов также вы можете использовать шайни чарм то есть есть такой артефакт который увеличивает спаун этого покемона вокруг вас шайни чарм давайте покажу не здесь по-моему где-то вообще здесь он не не здесь вот здесь значит да хидов вот шайни сильная приманка шайни давайте ка мы так давай вот из чего она крафтится из ягод и вот такой вот фини не только я сильно здесь еще и слабая ну в общем сами разберетесь я надеюсь вы джея установите значит теперь как вы наверное заметили у меня здесь все как раз таки шайни покемоны вот например шайни гроудон он обычно красный а этот как вы видите желтый такой большой гроудон значит например шайни соломенс обычно он фиолетовый с красными крыльями а так он салатовый с красными крыльями очень интересный такой или например магнизон вот шайни версия он короче тут искорки во первых у него летают во вторых у него глаз не красный а синий сам он какой-то обычно же он синий с какими-то красными штуками или с чем-то а здесь как вы видите у него другая текстурка и золотое имя как вы видите также здесь как вы видите звездочка вот в статусе и теперь собственно сравнение например вот есть у нас чаризарт обычный вот такой вот он выглядит а вот есть чаризарт этот шайни шайни он почему-то черный ниггер от чаризарт крутой действительно мне нравится и есть еще тут в принципе можно поставить какой-то специальный то есть специальная какая-то текстурка возможно это какие-то донатные покемоны то есть их возможно вот этих вот особой с особой текстуркой нельзя получить в игре напишите кто знает можно ли или нет ну и в общем-то я хочу сказать что вот они тоже есть но не все покемоны бывают именно такими особами однако у всех покемонов есть шайни версия и еще что я хочу напомнить что шайни версия она одна то есть по сути типа шайни это не значит что он может просто любого другого цвета быть то есть у шайни версии тоже есть свой определенный цвет один цвет если у вас будет 50 шайни покемонов они будут все между собой не разными а равными то есть одного цвета так что такие вот дела ну а на этом я с вами прощаюсь возможно этот гайдик оказался менее длинным чем предыдущий но нужно было его снять потому что здесь довольно важные вещи говорятся которые вам могут пригодиться если вы задрот данного мода всем пока пока мода